Всем привет! Сегодня мы приготовим особенный для меня пирог. А почему он особенный? Потому что этот пирог я приготовила в первый раз еще в детском садике. А пирог этот называется зебра. Думаю, в советское время многие его пекли. Поэтому сегодня мы приготовим пирог зебра, но не простой, а в форме кулича, поскольку у нас завтра Пасха. И да, будем мы готовить его без миксера, по-старому, как раньше, без никаких подручных средств. Погнали! Разбиваем 6 яиц. К яйцам добавляем 6 столовых ложек сахара. И взбиваем все по старинке венчиком или ложкой. Затем добавляем 6 столовых ложек муки с горкой. Полученную смесь делим на 2 части. В одну часть добавляем 1-2 ложки какао, а в другую такое же количество муки, чтобы тесто было одинаковой консистенции. А сейчас показываю, как делать не надо. Я благополучно забыла добавить в тесто гашеную соду, поэтому пришлось ее потом поделить. Если вы собираетесь повторить рецепт, то добавляйте соду гашеную уксусом до разделения теста. Правильный алгоритм будет в описании. Поскольку я делала пирог на пасху, то решила приготовить его в форме для кулича. Вам же советую брать форму пошире, около 18 см, если вы хотите, чтобы слои на разрезе выглядели четче. Выпекаем при 180 градусах в 30-40 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой. Пока готовится пирог, варим шоколадную помадку. Как варить помадку я показывала в прошлом видео. Ссылка на видео тоже будет в описании. Вот такой узорчатый мраморный пирог у меня получился на выходе. Подравниваем шапочку, если она вздулась, если есть необходимость. И наносим помадку. Украшаем по желанию. Украшаем по желанию. Из-за того, что я забыла добавить соду предварительно в тесто до разделения, в коричневую часть у меня попало больше соды, чем в белую. Поэтому она, так сказать, прорвалась через блокаду наружу. И немножко шапочка у меня вздулась. Но вы, надеюсь, сделаете все правильно и все будет хорошо. До встречи в следующем видео. И пока! И еще что-то я хотела сказать и забыла. И да! Субтитры сделал DimaTorzok